Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Стихия». Сегодня мы снова хотим вам показать и доказать, что ничто не украсит зимний вечер лучше, чем настоящая поэзия. А у нас в студии замечательный гость, гость, которому я всегда рад нашей передаче. Это член Союза журналистов России, член Союза писателей России, также член многих международных творческих союзов Шахриза Богатырева. Шахриза, добрый день! Добрый день! Я всегда действительно рад вас видеть в нашей студии, и каждая наша беседа с вами и в студии, и вне студии, она всегда интересна, захватывающая, потому что вы действительно много чего интересного всегда рассказываете, что скрывать. Я надеюсь, это и сейчас сделать, и общение взаимоприятно. Вам даже не надо стараться, вам это и так, и так получится. Шахриза, ну, рассказывайте сейчас. Я знаю, что вы всегда в таком очень бурном творческом потоке. Вы чем сейчас занимаетесь? Я именно в творческом плане, что я делаю на протяжении многих лет, я делаю литературные переводы, художественные прозы. Собственно, вот этому посвящена моя творческая жизнь, Артур. Вот я немного даже беспокоюсь, если честно, потому что я знаю, что вы пишете прекрасные стихи сами. Пишите ли вы только, занимаетесь только переводами, или все-таки вот на свое творчество тоже уделяете? Очень мало. Дело в том, что через переводы я могу больше выразить себя. Очевидно, то, что есть в моих блуждающих мирах, для меня уже стало менее значимым. Благодаря переводам я имею возможность путешествовать, я имею возможность узнавать людей, другие культуры. И мне есть, что сказать русскоязычному читателю. Этими возможностями обладают переводы, так сказать, посредством меня. Это вот особенно интересно, потому что вы делаете в основном переводы поэтов совершенно разных частей нашего мира, частей света, я бы сказал бы. И вот мне интересно, вот с той же самой Мексикой. Я знаю, что вы много времени находились в Мексике, она вам очень близка по сердцу, по духу. А вот мне интересно, вот когда переводите, например, мексиканских авторов, вот как совмещается мир Мексики, мексиканской культуры с миром кавказским? Роскошный вопрос, на самом деле. Ну, во-первых, я была в Мексике не так долго, как хотелось бы. Вернее, на тот момент, когда я там жила, она мне абсолютно не была близка. Я ее оценила уже позже. Вот. И теперь бы я уже с удовольствием была бы там несколько лет. Что касается совместимости культур, то с первого дня у меня было чувство, что это обратная сторона Луны. Это чувство меня не покидает и до сих пор. Что есть между нами общего? Ну, может быть, мы южане, солнечные люди, радующиеся жизни. У них это проявляется в более открытой форме. Что касается литературных совпадений, то мы абсолютно разные. Дело в том, что мы, в принципе, все, как говорят, автохонные народы Кавказа. Мы, в принципе, живем каждый только своей культурой. Очень мало выбирая, что это из чужой культуры. Мы как-то все зациклены. Вот мое, я и так далее. Это, на самом деле, ограничивает любые границы. Это уже узость мышления. Что касается мексиканской литературы, то она построена... Как бы вам сказать, в результате такого шока двух культур, вот эти две культуры, этот шок, этот удар дал третью. И литературу, и культуру, и ментальность. И отрешенное индейское мировоззрение с его тройным обожествлением мира, природы и альянса вот этих вот двух предыдущих факторов. И испанская литература, суровое так, суровое мировоззрение конкистадоров вот дало вот эту неповторимую образность. В качестве примера, чтобы меньше говорить и привести пример, вот я с собой взяла... Я так или иначе собиралась это прочитать. Да. И сразу предвосхищая все остальные вопросы, скажу, на Западе сейчас практически не пишут в привычной нам силоботонической форме. Я потом приведу пример, как раньше соблюдалось все то, к чему мы привыкли. Ритм, размер и так далее. Сейчас они просто образно выражают свои мысли, а насколько это получается образно, судите сами. Отрывок из стихотворения поэрториканской поэтессы Мэри Пастор. Называется «Снегопад», что для них, ну, как бы, как для нас там суховее с пустынью. «Снежинка должна бы называться иначе. Розовый лед или полярный шестиугольник. Зеркальная паутина. Белизна в своей простейшей форме. Снежинка должна быть сложным словом, потому что она имеет шесть концов и ту температуру, которая делает ее идеальной. Чуть больше, чем крошечной, хрупкой, пленившей саму себя». Замечательно. Ну, как бы вам сказать, где здесь поэзия, где здесь буря мглое небо кроет, понимаете? Но вот все равно эту поэзию улавливаю. Потому что, ну, необычайная, непривычная метафоричность. И вот это то, что меня подкупает вот в латиноамериканской поэзии. Ну, каких авторов вы бы вот могли выделить вот в последнее время, вот за этот год, да? Мы находимся как раз в конце этого года, вот 2018 год. Каким авторам вы все-таки отдавали больше предпочтения и в переводах, и вообще вот в внимании своих? Я сейчас закончила переводить книгу прозы. Моего друга, парижанина, который пишет на... Говорит на трех языках, пишет на двух. В составе дипкорпуса французского он приехал в Мексику, влюбился в эту страну и остался там навсегда. Я не могла понять, как из Парижа можно приехать в эту Мексику. Я тогда не понимала, что такое Мексика. Ну, надо было несколько дней пожить в Париже, чтобы понять, что Париж — это просто ничто рядом с мытью для меня, во всяком случае. И вот эта книга называется «Мехико визитар эль-суэньо», что значит, ну, типа Мексика, встречаться с грелзами, там, с мечтой, с чем-то таким, вот, о чем имел какое-то очень абстрактное представление. Что касается поэзии, да, иногда пишу. Пописываю, братец Пушкин, да. Пишу иногда. Но для меня поэзия — это все равно молодое чувство. Не потому, что ее надо писать в 16 лет. Просто в юности ты себе можешь позволить быть неправильным, и эта неправильность будет оправдана. Как я уже сказала, мысли в столбик, какие бы они образные ни были, для меня не есть поэзия. Для меня поэзия — это то, что имеет такую классическую форму. Есть норма поэзии для меня, это вот соблюдение размера ритма, как я уже говорила, и так далее, рифмы. Раньше на Западе писали, даже вот в конце прошлого века сохраняли все вышеперечисленные условия. Для того, чтобы вы имели маленькое представление о том, о чем я говорю, и потом уже я скажу, приведу пример переводной поэзии. Герм Валенсия Колумбия. У него есть роскошная поэма, которую я цитирую, по случаю и без случая, называется «Верблюды». Я прочитаю четвертишу по-испански, а потом по-русски. ДОС ЛАНГИДОС КАМЕЙОС ДЕЛЯСТИКАС СЕРВИСИС, ДЕВЕРДИС ОХОС КЛАРОС И ПЕЛЬСЕ ДОССЯ И РУБЯ, ЛОС КОЕЙОС РЕКОХИТОС, ИНЧАДАС ЛАС НАРИСС, А ГРАНДАС ПИСС, МИДЕН УНА РЕНАЛДЕ НУБЯ. РАЗДУТА ЖАДНА НОСТРИ, ПРУЖЕНИТ СОН НА ШЕЯ, МЕРЦАИТ ЗЕЛЕНЬ ВЗГЛЯДА ГАРЧАЩЕВА ПОЛЫНЬЮ, ПОД РЫЖИМ ШЕЛКОМ ШЕРСТИ НА СОЛНЦЕ ПЕКИ МЛЕЯ, ВЕРБЛЮДЫ МЕРЯТ ШАГОМ НА БИЙСКОЮ ПУСТЫНЬЮ. Вот когда мне попадется такой оригинал, и я смогу так перевести, я с удовольствием приду и с восторгом просто буду читать. Вот, а если касаться именно поэтических переводов, вот для вас эталоном, примером вот в этой области кто есть? Роскошный, роскошный тоже вопрос. Вот тот сам автор, которого я прочитала, Сергей Гончаренко, переводчику мало быть, переводчику поэзии мало быть отличным билингвистом, эквилибристом слова мало быть, мало быть поэтом. Он еще должен купаться вот в этих языках, понимаете, вот очень свободно находиться, не просто голое мастерство, вот да, я знаю, я смогу. Вот как это многие делают, переводы с подстрочника. Да, хорошие рифмы, да, хорошие образы. Но я очень четко могу различить, где человек вот просто вот плещется, как вот рыба в волнах плещется. Вот такое должно быть состояние. И покойный Сергей Гончаренко отвечает этому полностью. Ну, рекомендую, дорогие зрители, читайте иногда хорошую поэзию. Шахриза, я хочу пожелать успехов, чтобы все, что задумано, обязательно свершилось в новом году. Саимна, Артур. Так, ну и я, как и говорил, я переживаю, я хочу, чтобы вы также не переставали писать и свои стихи. Я буду с интересом за этим наблюдать. И еще раз спасибо вам за то, что вы делаете. Это действительно великое дело, великое дело для всех нас, для всей мировой литературы, я бы сказал. И спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, Артур. И спасибо тебе тоже. К сожалению, время пролетает, эфир заканчивается. Но мы не можем просто так вас отпустить, естественно. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы поделились с нами, с нашими зрителями этим вот прекрасным волшебством этой поэзии, своими стихами и переводами. Ну, на ваше усмотрение, такой поэтический подарок нашим любимым зрителям. С огромным удовольствием. И спасибо, Артур, за то, что связь между нами не прекращается, между тобой и мной. Надеюсь, она, этот творческий союз будет продолжаться всю нашу жизнь. Спасибо всем. Я маюсь бессонницей вместе с луной, Вигилией ночи на крыше, И море, качая не спящей волной, К полночи размеренно дышит, Но ветер взвивается, Крылья раскрыв, Безудержный, в вечном изгнании. Ведь ввысь его вектор, Приволье, призыв, Свобода и дух, и призвание. Корабль на дрейфе В волну будто врос, Идет без подробностей лишних, И реет над вялой водой альбатрос, Воспетый поэтами хищник. Попутчик случайный, С сигарой дымя, Не только он слушает, Слышит, И ветер тревожит, Полетом маня, И лунное око над крышей. Брецая с озвучием бус и колец, Шурша дьянем охрянном, Поет с упоением кенийский певец О выжженной солнцем саванне, Где солнце клинок Эту землю рассек Экватором посередине, Такой вдохновенный, Он был одинок, Один, В небоскребной пустыне, В белках диких глаз Плещет аквамарин, Он пахнет кокосом И нардом, И гулкоотзывчив Тугой тамбурин, Обтянутый шкурой гепарда, И был неожидан, И странен, И дик, Напев африканской пустыне, В стране небоскребов, Где каменный крик Стыл в многоэтажной гордыне. Переноситься в воздухе, Дышать синевой, И мечта кожаных тенет, Прерывается пением В швах горохова стручка, Мохнатый тик-так песенкой. Быть маленькой черной кометой, Блестящим семечком, И потрескивать сумерками, Обращаясь к югу, Быть человеком, Искать голубую дорогу Под усталыми ногами, Тосковать по васильковым вспышкам И крокусовым морям, И приложив ухо к мерзлой земле, Знать, что синева есть, Что синева идет. Я заточена здесь, В девичьей комнате. Я слушаю зигзаговые песни, Трещин, Цветники осыпающихся розовых обоев. Я услышала, Внешний мир вроде скоро погибнет, Но я спокойна. На моем попечении Бутон вечности, Он требует от меня все больше, Но набухнув, закрывается. И каждый день с большим упорством Напевает свою гордую песню, Что никогда не распустится, Что вечно будет нести ожидания Внутри зеленого панциря. Также любовь моя, Мойный пузырь, Вылетающий из окна И сдерживающий свое желание Взлететь к солнцу, Терпеливо собирающий пыль В свою радужную пленку И обволакивающий Этим дыхание любви. Время пролетело, И наш выпуск подошел к концу. Увы. Но я говорю вам до свидания, Потому что новая литературная встреча Уже ждет нас впереди. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова